Добрый день, дорогие друзья! Каждый из вас знает, что отличный праздник это хорошо спланированный и подготовленный праздник. Поэтому с сегодняшнего дня мы с вами будем готовиться к Новому году! Одному из самых любимых праздников. И сделаем вот такую висячую елку из трубочек. Для этого вам понадобится 55 штук трубочек, прочная длинная нитка или веревка, иголка, в которую может зайти эта нитка или веревочка. И вот сейчас мы делим трубочку пополам, вот таким образом находим серединку и протыкаем ее иголочкой. То есть нанизываем трубочки на нитку с иголкой. Вот я показала вам всего две штучки, а дальше можете делать сами. Итак, еще раз повторяю. Я использовала 55 штук. И теперь я использую любую липкую ленту. Вот у меня маскин тейп. Любая липкая лента подойдет. Сначала я ее прикрепила по центру. Теперь я нахожу формы моей будущей елки. Прикрепляю с одной и с другой стороны. Это для того, чтобы трубочки не разъезжались. Теперь в серединке, чтобы попрочнее было. Так, отлично. Ну и теперь загнем эти кончики на другую сторону. То же самое мы сделаем и с центром. Вот, перевернем. С обратной стороны я сделала то же самое. Будьте внимательны с центральной ниткой, чтобы она у вас никуда не потерялась. Теперь я очерчиваю формы моей будущей елки. Использую для этого гелевую ручку и обыкновенную линейку. Вот с одной стороны. С другой стороны. Не обязательно, чтобы там было очень сильно тучно. Все на глазок. И теперь отрезаем лишнее. Не забудьте про нитку, чтобы ее так же не обрезать. Иначе вам придется начать все сначала. Итак, вот мы обрезали лишнее. Теперь убираем маскин-тейп. И раз! Отлично! Вот елка уже готова. Ее можно в принципе оставить и в таком же виде. Но я решила ее разукрасить. Вот теперь я ее крашу клеем ПВА. Вернее, намазываю. Теперь присыпаю блестками. То же самое я делаю с другой стороны. А теперь мы берем любое ожерелье. Дешевенькое я купила в долларовом магазине. Вот несколько бусинок вместе. Я их склеиваю вот эти подвесочки вместе. Это будет украшение нашей елки снизу. А также за эту подвесную штучку очень удобно вращать нашу подвесную елочку. Итак, я склеила 6 или 7 вот таких висюлечек вместе. И когда они будут готовы, их можно будет приклеить к низу нашей елки. Вот что сейчас я и делаю. Итак, приклеиваем. Там образовалась от узелка ниточка ненужная. Я ее сейчас удалю. Вот что получилось. Теперь мы можем развесить шарики. Шарики, конечно, тоже сделаны из дешевеньких бус. Вы можете их клеить на краях. Вы можете их клеить ближе к центру, где вам понравится. Можно это делать на каждой трубочке. Можно через одну. В общем, все по вашему усмотрению. Я ведь только даю идеи. А там уже развивайте свои идеи сами. Вот 7 таких бусинок я скрепила вместе горячим клеем. И сделала вот такие звездочки, которые поместила на самый верх. Приклеила вокруг ниточки. Вот моя елочка оказалась готова. Раз! Отлично вертится. Замечательно. Красиво. Такая елка очень долго вертится в одну сторону. То есть по часовой. Потом против часовой стрелки. И всегда, когда вы проходите мимо, можете ее подкрутить. Эта нежная и красивая елка прибавит вам настроение не только накануне Нового года, но и в сам Новый год. Она добавит нежности, пышности и нарядности вашему дому. Всего вам доброго! В следующий раз вы увидите новую елку, которую можно будет сделать также из трубочек для коктейля. Пока-пока!